Друзья, всем привет! Мы на канале ArmBetsTV. Я Сергей Калиниченко. И уже 5 сентября пройдет наш ArmFight с Георгием Ушараолли в Киеве. Мы находимся с вами в тренажерном зале Titan, где я тренируюсь, поддерживаю свою хорошую форму. Сегодня я вам расскажу о некоторых своих секретных упражнениях. Также покажу, как я могу поддерживать такую физическую форму круглый год. Итак, друзья, мое коронное движение – это борьба верхом. Но, хочешь хорошо бороться верхом – тренируй слабые места, тренируй крюк. Поэтому я постоянно, так сказать, поддерживаю, точнее, улучшаю свою физическую форму в борьбе крюком. Вот это тренажер самодельный, который дает мне возможность отрабатывать самое основное движение. Значит, все очень просто. Мы закидываем под низ. И получается, у нас вся нагрузка идет на нижнюю часть, на палец у нас идет, на мизинец и на безымянный. И в этом положении мы как бы тренируем боковое движение и скручивание под крюк. Я вообще считаю, что для верховика очень хорошо иметь сильный супинатор, естественно, и сильное боковое движение. Чисто лучом на таком уровне не выйдешь. Итак, естественно, неважно, какой ты борешься, в хрюк или верхом, все движение у нас начинается с пальцев. Есть ручка. Я ее относительно недавно приобрел. Можно сказать, год на ней занимаюсь. Но я чуть-чуть поменял технику. Все в основном делают с ровного блока, по-ровному делают скручивание. Но когда ты скручиваешь, вся нагрузка уже уходит в пальцы, в фаланги. Значит, сюда я поворачиваю стол в сторону, то есть, чтобы рука раскрывалась вот в эту сторону, в которую будут раскрывать тебя. И делаю движение под верх и скручивание. Под верх и скручивание. И упражнение, которое дало мне очень хороший старт, чтобы бороться в тяжах. То есть, до этого у меня был хороший луч, хороший пронатор, но не хватало основного, чтобы вложить соперника. Это бокового нажима. Значит, боковой нажим – это то упражнение, без которого в армрейсинге сейчас нельзя. И каждый должен улучшать свое движение. У меня оно выполняется на обычной рукоятке с блока регулируемого. Если у вас есть, конечно, крутилка специальная, за которой вы можете держаться и выполнять упражнение, то лучше, конечно, на ней работать. Но мне этого тоже достаточно. Итак, ребятки, настало время для моего секретного упражнения. Значит, и это упражнение, я специально для него приобрел ручку Мазуренко, для того, чтобы можно было тренировать то, что почти никто не тренирует. Это в пронации натяжка кисти. То есть, это движение мы выполняем с захватом и раскручиваем в наружную сторону от себя. И получается у нас движение от себя. Точно то, что вы будете делать при пронации, чтобы раскрыть соперника верхом. Раз и наверх. Раз и наверх. Друзья, поделюсь с вами еще одним упражнением секретным. Это базовое упражнение для верховика. Все мы знаем, что верховик это пронация. То есть и в пронации мы поднимаем штангу обратным хватом, кривым грифом сверху. Друзья, через 5 дней уже у меня арфайп, поэтому в это время вы не должны нагружаться. Вообще, более профессиональные спортсмены отдыхают 8-10 дней. Чтобы полностью восстановили сухожилия, связки, мышцы. Чем больше у вас силовые, тем больше вам нужно отдыха. Это даст вам гиперкомпенсацию. После силовых нагрузок вы даете себе отдых, и ваш организм накапливает еще больше силы для того, чтобы показать лучший результат. Вот так. Как же я пришел в армрестлинг? Это очень, так сказать, смешная история. Я сам с Глобина, это небольшой городок, и я ходил на дзюдо в детстве. 4 года отходил на дзюдо. И потом закрылась секция дзюдо, и появилась секция армрестлинга. Больше у нас секции не было. Поэтому я начал заниматься армрестлингом. У меня папа увлекался спортом, и он знал тренера, Сергея Николаевича Олейник, мой первый тренер. В будущем он стал президентом Полтавской Федерации армспорта. И он заставил меня полюбить армрестлинг. И я выступал на протяжении 7 лет, пока не добился мастера спорта. Мне понадобилось 7 лет проигрывать на чемпионате Украины, чтобы потом выиграть и стать мастером. Итак, моими кумирами с самого детства были такие спортсмены, как Тарас Ивакин, Джон Бзенк, Деван Ларат, Арсен Лилиев, Замбулат Цариев. Это те, кем я восхищался. Но самое большее я восхищался Тарасом Ивакином. Я помню, папа приехал в соревнованиях, он любительски выступал по армрестлингу, и туда приехал Тарас Ивакин. Это был турнир, который проводился в Глобино, первый раз проводили Кубок Украины там. И Сергей Николаевич Олейник пригласил туда Тараса Ивакина. И мой папа с ним встал за стол, я был маленьким тогда, и как в стенку уперся. И, естественно, проиграл, весь зал засмеялся. И папа рассказывал о нем вечером, что это нереальный спортсмен, он чемпион. Он уже был тогда трехкратный, наверное, чемпион мира. И я просто захотел с этим человеком встретиться и у него выиграть. Я папе сказал, что я выиграю у него в будущем. И, так сказать, вся техника, все его тренировки, все я копировал и тренировался, как Тарас Ивакин. И поэтому я борюсь верхом. Первый мой злотый тур – это то, куда я стремился все 13 лет тренировок. Я не очень генетический спортсмен, поэтому мне понадобилось очень много времени, чтобы набрать такую, так сказать, форму, чтобы я был уверен, что я приеду туда и выигрываю. Единственное, что я хотел приехать и с первого раза там победить. Я приехал на злотый тур. На левую руку я вообще не собирался заявляться. Ну, я решил, что почему бы и нет, заявился на левую руку. Я готовился только на правую. И я без поражений выхожу в финал, выигрываю этого Алана Маккеева. Я на него очень сильно настраивался. Это очень опытный, очень сильный спортсмен, очень хитрый. И я хотел у него выиграть самый больше. И в предварительных поединках я у него выиграл. Был перерыв. И перед финалами я почувствовал, что у меня начинают хватать судороги за все. За грудь, за плечо, за бицепс, за предплечье. Я гонял 10 килограмм, чтобы влезть в эту категорию. И я перегонял на 3 килограмма. Я согнал 13 где-то в районе этого. И выгнал всю воду с организма. И просто было обезвоживание. Не хватало электролитов, кальция, солей, всего этого. И я на финал вышел. Вышел. Старт. И просто-напросто мышцы не держали, потому что схватила просто судорога за пронатор. И руку перекрутило. И был хлопок. Я думал, стол сломался. Ну, потом увидел, что рука. И вот такие у меня впечатления о моем первом золотом туре. Это было нереальное событие. Я волновался полностью все соревнования. Меня просто трясло. Особенно от того, что это была моя мечта. Побывать там. Но я туда вернусь. Планы на будущее у меня просто грандиознейшие. Когда я выиграю 5 сентября у Георгия, я, естественно, планирую в следующем году попасть в топ-8. И если будет 110 категория, то попаду в нее. Нет, буду бороться в плюсах. Я не боюсь бороться ни с Ливаном, ни с Киев. Самое грандиозное событие, которое проходит в этом году, которое не состоялось из-за карантина в прошлом. Это топ-8. Что я могу сказать о спортсменах, которые там выступают? Да, это лучшие спортсмены. Лучшие спортсмены. И самый фаворит в плюсовой категории – это Ливан Сагинашвили. Честно, я не мотивируюсь с Ливаном Сагинашвили. Его результаты меня заставляют бросить все и, короче, ничего не делать. Потому что это феноменальный человек. И он одарен генетически. Он пахарь очень сильный. Он живет армрестлингом. Он лучший. Поэтому у Дэйва Чейфи, который будет с ним бороться 5 сентября, я не даю ни одного шанса Дэйву Чейфи. И даже если он будет в самой лучшей своей форме, когда он зацепил Цепленкова, в то время этой формы не будет достаточно для того, чтобы выиграть у Ливана. Ливан – это другой уровень, другая сила. В категории до 95 я считаю фаворитом Петренко. Считал фаворитом Петренко. Сейчас я не знаю, как там будет. Я скажу так, что вот этот карантин, плюс рождение у него ребенка, семья, все – это очень сыграло, мне кажется, роль. Я не знаю, в какой он на данный момент форме, по силовым. Но активности от него, как в тренажерном зале, не особо видно. Это медийно. Может, он где-то занимается в нычку, поэтому и готовит что-то очень серьезное. Но там, наверное, будет очень интересно и очень равно. Возможно, возможно, это, если не Петренко, то дадикям он очень добавил. Ну что ж, друзья, с вами был Сергей Калиниченко. И я с вами прощаюсь. Встретимся 5 сентября в Киеве. Будет много эмоций там. Будет очень интересно. Обязательно смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok